Добрый день, Павел Николаевич. Давайте сегодня поговорим с вами про тот самый генеральный план злополучный, который принимался так по-шпионски, я бы сказал, скрытно от людей, от оппозиционных депутатов. Какова его судьба? Что на сегодняшний день? Можно ли что-то поменять? Потому что жить по нему, по всей видимости, будет невыносимо. Ну, вы правильно сказали, генеральный план был принят каким-то партизанским образом. Действительно, мы об этом уже говорили, что за полдня, разослав документы, там больше тысячи страниц, депутаты, они, конечно, великие люди, особенно из Единой России, но не настолько, чтобы ознакомиться с генпланом, а главное с поправками генплана, потому что в него должны быть включены все замечания и поправки, которые были внесены. Ну, или отклонены эти поправки должны быть, с обоснованием с каким-то. И для того, чтобы разобраться в том, что было принято и в том, что было отклонено, нужно было время. Только совхоз Ленина, коллектив совхоза, послал на 18 страницах больше 25 поправок, почти 30, 29, по-моему, из которых только 14 ушли, а 15 не ушли. Причем, я считаю, что поправки, которые совхоз Ленина предлагал, ну и коллектив, они существенны. Почему? Потому что все началось с главного, с того, что неправильно параметры генерального плана были рассчитаны. То есть, если говорить серьезно и по существу, в 2015 году правительство Московской области приняло нормативы, по которым должен разрабатываться и утверждаться генеральный план. Основным нормативом является то, что на одного человека должно приходиться 28 квадратных метров жилья, и исходя из этого считается общее количество проживающих. А исходя из общества проживающих, уже потом считается количество мест в детских садах, в больницах, поликлиниках, в школах, наличие кладбищ и все остальное. То есть, нагрузка на территорию определяется именно вот этими параметрами. Так вот, надо сказать, что генеральный план, который был предложен и проголосован депутатами от Единой России, он на самом деле из расчета 36 метров квадратных на человека. То есть, получается, что все параметры, которые были в постановлении правительства Московской области, они были разрушены. Поэтому надо было либо на треть уменьшать застройку количества квадратных метров жилья, либо увеличивать на 30% именно койки, места в детских садах, в школах, кладбища и все остальное. Поэтому основным нашим замечанием было, что необходимо как минимум на 30% снизить нагрузку на территорию, уменьшить количество застроенных квадратных метров. То есть, мы предлагали не застраивать пойму, территорию рядом с Коробова. Ну а дальше уже надо сначала решить существующие проблемы, а потом уже, скажем так, начать в генплане проектировать уже будущее. Что такое существующие проблемы? Вот, например, в прогнозе к социально-экономическому развитию Ленинского городского округа на 2021 год было уже зафиксировано, что не хватает больше 7000 мест в детских садах и больше 9700 мест не хватает в школах. То есть, как минимум нужно построить 9 школ, ну и если даже считать, что до 200 мест в детском саде, это значит, нужно где-то 30-4 детских садов. Иначе жить невозможно. Мы видим, какое сейчас положение с местами в школах, детских садах. Так вот, в генеральном плане не только не решена эта проблема, а еще она и усугубляется. Потому что, если считать по нормативам, которые правительство Московской области приняло, то тут у нас планируется еще свыше 433-440 тысяч дополнительных новых граждан, которые приедут к нам. А это означает, что по нормативам нужно на треть увеличить количество детских садов и школ. То же самое с местами в больнице. На 1000 человек считается, что нужно почти 12 коек, 11,9 коек. Если рассчитать по генплану, нужно построить срочно как минимум несколько больниц прямо сейчас, до 2025 года. Хотя, на самом деле, в генплане они все почему-то застраиваются к 40-му году. То есть, вроде, люди заедут, а болеть они не собираются. То же самое касается кладбищ. Кладбищ вообще сейчас уже нет. Практически все кладбища, существующие на территории Ленинского городского округа, они закрыты. А у нас планируется увеличение кладбища только на 9 гектар. Хотя по нормативам минимум 109 гектар нужно для того, чтобы разместить кладбище на территории. Иначе придется возить, хоронить. Либо в другие районы, в Каширский район, еще куда-то. Либо в Москву. Что, в принципе, невозможно. Поэтому взять, например, анализ того, что предлагалось в существующем генплане, то, естественно, его принимать в этом виде было нельзя. И мы надеялись, что поправки, которые мы внесли, существенно изменят ситуацию с генеральным планом. Там, кстати, есть еще такие интересные вещи, которые мы предлагали, но их не учли. Вот представьте себе, что у каждой линии электропередачи, продуктопровода, нефтепровода, газопровода, есть охранные зоны. И в них строить, естественно, нельзя. Причем нельзя строить не только жилые массивы или там, допустим, какие-то производственные объекты. Нельзя строить и линейные сооружения. Много что нельзя делать в охранных зонах. Также есть проблемы, которые существуют и до сих пор. Это аэропорт Домогедово и другие аэропорты, которые накладывают охранные зоны на своей территории, то есть на территории залетов к аэропортам. Если их нанести, а было такое постановление губернатора Громова, которое определяло, где нельзя застраивать. То есть прям шумозащитные полосы были нанесены на генплан, и там строить было нельзя. То есть поименованы даже населенные пункты, в которых застройка запрещена. Губернатор Воробьев своим решением отменил постановление Громова и практически сделал всю территорию пригодной для застройки. Но теперь каждый застройщик должен пойти в аэропорт Домогедово, в Росавиацию, согласовать свой, неважно, большой, маленький, низкий, высокий объект для строительства. Зачем это делать, непонятно. Когда если бы было постановление, утверждающее шумозащитные зоны, можно было сразу определить, в каких местах строить невозможно по определению. Тогда бы собственники земельных участков уже бы не ходили, не согласовывали каждый дом, а знали точно, что в этом месте строить нельзя, а в этом месте строить можно. Это должно быть нанесено в генплане, но этого не сделано, хотя мы это писали. Также мы, к сожалению, не получили одобрения и согласия на рекреационные зоны. У нас есть территории, которые находятся рядом с дорогой, которые использовать для сельхозназначения сложно. И мы хотели там сделать так называемый земляничный парк, возможность для отдыха. У нас это хорошо получается, и мы предлагали это сделать. К сожалению, наши предложения не получили одобрения и тоже были просто проигнорированы. Потому что мы-то считали, что когда мы даем замечание, нам ответят, да, вот это принимается, а вот это не принимается. И почему? Просто без объяснения причин. Нам просто взяли и молча отдали депутатам послушным генеральный план, и они его проголосовали. Там много вопросов, которые связаны с размещением объектов врачебных, больниц, поликлиник. Мы предлагали станции скорой помощи разместить, которых тоже нет. У нас там было предложение разместить больницу. Почему-то вдруг решили разместить больницу в деревне Слобода, хотя там свободных участков земельных нет. Мы точно знаем, что это не реализовано. Мы предлагали перенести ее на развилку. У нас там есть территории, которые мы готовы рассмотреть для этого и отдать. Ну, там много вещей, связанных с транспортной инфраструктурой. Мы предлагали сделать выезд на Беседовскую развязку, минуя деревни. Это наше предложение тоже не получило подтверждения. Поэтому я считаю, что этот генплан по всем параметрам, конечно, нужно пересматривать, отменять. Мы сейчас анализируем возможности отмены генерального плана, чтобы юристы могли оценить, насколько это возможно, либо в части, либо целиком. Но главное, что совершенно спокойно можно было генплан принять с участием людей, мнения людей. Специально было сделано так, что никакие мнения, кроме мнения застройщиков, не учтены. А это, естественно, приведет к коллапсу, к ситуации, которые уже испытывают Ленинский городской округ, что не выехать нигде, экологии нет, мест для кладбищ нет, нет мест в детских садах, в школах. Ну, и теперь это все еще усугубится. К сожалению, это так. Продолжение следует...